Приветствую вас! Давайте разберём ваш вопрос. Возможно ли вернуть теплоту в отношения? Возможно, конечно. Вопрос в том, из-за чего она пропала. Или, значит, лошадь сдохла, слез. Ну, само собой, мы не знаем ответы на этот вопрос. Нужно анализ произвести ваших отношений. Как минимум, ну, желательно, да? Вот. Дальше. Поначалу была любовь, страсть, подарки и нежность. Ну, то есть влюблённость. Конкретно букетный период, вы имеете в виду, был. Здесь, наверное, нужно спросить, что между вами общего было? Ну, вот, между вами и, ну, и вашим партнёром. Не то, как вы, к примеру, ну, познакомились. Не то, как вы, допустим, встретили, но больше то, что между вами общего. И, пожалуй, такой достаточно важный, как мне кажется, момент, что вас объединяется. Не является ли вашей влюблённостью, точнее, ну, вот, подарки, я так понимаю, нежность. Вот то, что вы пишите, это было с его стороны. Я так понимаю. То есть вы говорите о том, если вот с его стороны было вот такое. Опять же, если я правильно вас понял, то есть я могу, я могу тут быть неправ, вот. Но, на мой взгляд, это именно вот всё-таки больше с его стороны было. Так вот, не продиктовано ли, точнее, не продиктовано ли, да, пока его позиция, тем, допустим, что между вами довольно мало общего, ну, ну, есть или было, вот, что, грубо говоря, единственное, что могло тогда вас, ну, например, объединить, было именно вот такой конфетно-букетный, собственно говоря, период. Далее, вы пишите. Потом начали ссоры, скандалы и отдаление. Сейчас просто друзья. Ну, скажем так. Так. Понятно, что, ну, допустим, что вы имеете ввиду, но простите, а что произошло, что случилось? Такого, да, что начались как-бы между вами ссоры. Но ведь не на ровном же месте они начались. Очевидно ведь, что какие-то проблемы у вас возникли. Хотелось бы увидеть, что это, что это за проблемы? Какого это плана проблемы? Здесь мы должны обязательно сказать, что существует такая психологическая игра, скандалы. связанная с тем, что люди достаточно плохо, например, говорят о своих чувствах. не умеют, ну, не умеют об этом говорить, не умеют их выражать. Да? В результате чего, например, накапливается вот какое-то недовольство, накапливается раздражение. И после чего происходит взрыв в виде как раз таки ссоры. Это один момент, на который хочется обратить внимание. Другой момент, это своего рода такой страх сближения. когда человек боится, ну, сблизиться с другим человеком. Боится и защищается как раз таки через, ну, через ссору, да, через, условно говоря, конфликты и так далее. Ну, надо психологическую игру. Скандал. Нужно обязательно поисследовать. На мой взгляд. Вот. Чтобы несколько лучше понимать, о чем идет речь. Чтобы несколько лучше отдавать себе отчет, как работает эта система. Дальше. Сейчас просто друзья. Ну, что это значит? Просто друзья. То есть, на мой взгляд, друзья, это, конечно, хорошо, но вы говорите, что вы его любите. Соответственно, вряд ли вы можете быть ему другом, но тем не менее. Живу пока у него нет денег снять комнату. Я приехал в поцелку, возвращаться туда и бросить из работы я не хочу. Ну, я думаю, что вы живете у него и у вас нет денег снять комнату. Ну, довольно деликатный момент. С одной стороны, ну, вот с одной стороны, конечно, вас можно понять. то, что вы не имеете денежных средств для того, чтобы, ну, уехать. Но, с другой стороны, с другой стороны, есть, на мой взгляд, такая важная деталь, связанная с тем, что возможно, вам это выгодно, возможно, вам выгодно оставаться в его комнате, ну, допустим, в его комнате, вот, потому что есть надежда. Надежда на то, что все может как-то вот вернуться, да? Все можно, ну, скажем так, переиграть. Очень важно здесь увидеть то, что для чего вы на самом деле продолжаете быть в этой квартире. После Нового года будет больше зарплаты на новую должность и будет, возможно, съехать. Но я люблю его и хотел бы помириться и снова любить как раньше. Смотрите. Конечно, ваше желание любить его, как раньше, понятно. Ну, ну, вот, такое желание любить его. Это нормально, это, ну, в целом, так скажем, очень по-человечески. С другой стороны, нельзя исключать опыт. Ну, то есть, вот, под опытом я в данном случае понимаю то, что те конфликты, которые, например, которые, ну, вот, между вами были, они вряд ли могут пройти бесследно. И это исключает для вас возможность испытывать к человеку те же чувства, которые у вас были. Это не означает, что вы не сможете его любить. Ни в коем случае, ни в коем случае, ни в коем случае, вот. Но это означает, что ваши чувства могут меняться. Поэтому, как раньше, вряд ли получится. Но, если вы его любите, то и будете любить. Другой вопрос, что вы вкладываете в любовь? Ну, вот, конкретно, буквально, что вы в это вкладываете? Любовь – это ведь, в первую очередь, безусловное принятие человека, безусловное принятие партнера. Коль вы ссоритесь, ну, со своим молодым человеком, насколько адекватно в этом случае, говорить о том, что вы его принимаете, да, и, ну, грубо говоря, допустим, любите. Например, у меня сложилось такое впечатление, что, возможно, вы решаете… какую-то свою проблему. Здесь. Правда, я не знаю какую. Дальше, значит, возможно ли это, или пора искать другого? Ну, вот, значит, как я и сказал, про то, что любить возможно, но нужно гармонизировать отношения. То, что вы хотите или готовы искать другого – это вызывает, конечно, вопросы, потому что… есть такое чувство в таком случае, что вам не особо важно с кем быть, вам важно просто быть с кем-то и забегаясь вперёд, хочется сказать, что у меня есть ощущение, что вам тяжело быть самой собой. Вот. Есть вариант один, но решиться сложно. А что за вариант? Зовёт пицца поезд в гости, хочет приехать в Русь, что живу в общаге. Из чего вы врёте? Из чувства стыда. Чувство стыда, происходящее от обесценивания и подавления злости, является тем, от чего вы бежите в взаимодействии с кем-то и является тем, из-за чего вам плохо, скорее всего, наедине с собой. Я устала быть одинокой и несчастной. Смотрите. Одиночество и несчастье связаны ли, по вашему, например, мнению, как-то между собой? Или нет? Что такое одиночество? Одиночество – это не принятие себя. То есть эта история именно про то, что человек не может, ну вот, принять себя. Да? То есть что-то в себе он не принимает. А несчастье – это про требование, пожалуй, к реальному миру. Ссори и недопонимания у всех бывают, что они могут расставаться. Но это не вам решать. Знает девушку, которая влюбила в себя троих парней, как хочет унижает их, провоцирует и т.д. Здесь вы только подтверждаете свои обесценивающие тенденции, сравнивая себя с другими. Значит, есть чувства. Нет. Вы делаете неверные выводы. Если они к ней бегут, это не означает, что есть чувства. Привязанность – это не про чувства. Выходит, у него изначально ко мне был поверхностный интерес. Поиграл – и хватит. О моих чувствах не подумал – больно. Смотрите, вы делаете, во-первых, неверные выводы, проецируя на молодого человека свое отношение к себе. Потому что, как минимум, то, что он зовет вас поесть пиццу и хочет к вам приехать, говорит не о его поверхностном интересе – это первое. Второе – я хочу вам напомнить, что вы сами ему отказываетесь во встречу. Что касается того, что вам больно, то можно помочь вам эту боль прожить и помочь вам разрешить тот внутренний конфликт, который лежит в основе этого. Понимаете, да? То есть, здесь, по сути, мы ведем речь об индивидуальной работе. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Все это позволит вам начать с собой работу. Удачи! Спасибо. Спасибо.